Здравствуйте! В эфире телеканал ЖТСУ Новости. В студии Айнур Мирханва. Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. В начале выпуска коротко о самом главном. Мы строили-строили. Старый Толкурганский долгострой всего за год превратился в современный комплекс проживания досуга молодежи. Вам простят долг. С 25 августа списываются пени по просроченным налоговым платежам. Готовы на все 100. Учащиеся колледжи будут осваивать профессию на новейшем оборудовании. Повысить устойчивость и конкурентоспособность экономики позволит решение задач, поставленных в послании президента народу Казахстана. Меры по реализации данного документа были рассмотрены сегодня на селекторном заседании правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина. Основными направлениями послания Казахстана в новой реальности и время действий стали развитие предпринимательства, совершенствование налогово-бюджетной политики, стимулирование инвестиций, сбалансированное региональное развитие и государственное управление. С докладами выступили руководители министерств. Так, в рамках развития системы здравоохранения будет построено 13 модульных инфекционных больниц и 20 крупных современных медцентров, а также увеличена заработная оплата врачей и решен вопрос обеспечения кадров. Большая работа будет проведена по программе развития жилищного строительства, оказана поддержка объектам МСБ, разработан национальный проект по развитию АПК, пройдут реконструкцию республиканские дороги, улучшится экологическая ситуация в регионах путем озеленения населенных пунктов и лесных зон. Работа в этих направлениях уже начата. Как отметил в своем выступлении премьер-министр, данное послание направлено на формирование новой модели государственного управления. Глава Кабмина подчеркнул, что перед нами поставлены большие задачи по дальнейшему экономическому развитию, и все это будет способствовать повышению благосостояния народа Казахстана. Решение поставленных посланий и задач станет фактором повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики. Глава государства обозначил план конкретных действий по своевременной выработке государственной и экономической политики, соответствующей новым реалиям. Главный ориентир послания – социальное благополучие граждан, основанное на доступности жилья, благоприятных семейно-демографических условиях, хорошей экологии, доступном и качественном образовании, а также системе здравоохранения. В нынешнем послании глава государства отвел особую роль медицинским работникам. Именно на их плечи лег самый большой груз ответственности в период пандемии, которая показала, что в стране остро ощущается дефицит в специальности этой сферы. Труд каждого врача неоценим, подчеркнул он, и в стране будут предприняты конкретные меры. Так, из бюджета страны будет выделено 150 миллиардов тенге на поддержку врачей и медперсонала. А к 2023 году средняя заработная плата работников здравоохранения вырастет в два раза. Такие новшества представители самой благородной профессии встретили, как говорится, на ура. Ведь такая поддержка обеспечит рост профессионализма. Повышение заработной платы и создание условий – большой стимул, особенно для молодых. Мотивация получать медицинские специальности и повышать квалификацию. От имени всех работников сферы здравоохранения хочу выразить благодарность за внимание и заботу со стороны государства. Начальник ДЧС Алматинской области Ерлан Нурпеисов приказом министра внутренних дел переведен работать в Восточно-Казахстанскую область. Сегодня Амандык Баталов с почетом проводил бывшего руководителя департамента. Полковник противопожарной службы Ерлан Нурпеисов был назначен на эту должность 24 декабря 2018 года. Имеет множественные государственные награды. За два года работы в Алматинской области он проявил свои лучшие профессиональные личностные качества. Показал себя как ответственный руководитель. За особый вклад в укрепление стабильной обстановки в регионе Амандык Баталов вручил Ерлану Нурпеисову почетную грамоту и пожелал ему успехов на новом месте. Великобритания Амандык Баталов, уважаемый коллектив, я это два года поработал с вами. Честно, я вот искренне рад. Такого коллектива я давно не видел. Пожелать вам в первую очередь здоровья, успехов в работе. Я могу смело сказать, что именно по своей линии, по линии КЧС, за вашу поддержку. Великобритания Амандык Баталов, еще раз всем спасибо. Благодарю. Отныне микрорайон Каратал станет эпицентром жизни житесуской молодежи. Открытие дома студентов – это лишь начало масштабного проекта под названием «Студенческий городок». Открытие нового общежития в рамках реализации пяти инициатив первого президента без преувеличения события историческое. В почти 30 лет на левобережье Каратала стояло недостроенное здание гостиницы. Придать изношенному строению соответствующий облик – задача не из легких. Однако, проанализировав все моменты, в регионе нашли эффективные пути решения. Выкупив здание у бизнесменов, мы рассматривали много вариантов того, что можно сделать со строением. Главным приоритетом являлось, чтобы объект был социально-экономически выгоден, а самое главное – приносил пользу людям. Построить общежитие нас подвиг призыв Ельбаса. Мы должны создавать условия молодежи, так как они – наше будущее, и поэтому выполнили возложенную задачу. Здание прошло все соответствующие экспертизы. Мы пригласили лучших специалистов и приступили к работе. На строительство выделено более двух миллиардов тенге. Хотелось отметить, что автором этого уникального сооружения является именитый архитектор Ахмарзару Стимбеков, которого, к сожалению, в этом году не стало. Этот объект – память о нем. В новом общежитии будут проживать 288 студентов ЖТСУского государственного университета. Для их комфортного пребывания созданы все условия. В здании имеется библиотека, студенческий клуб, кафе, компьютерные комнаты, мини-кинотеатр и несколько смотровых площадок, с которых прекрасно можно разглядеть весь город. По словам экспертов, в сфере образования объект соответствует самым высоким международным стандартам. Объездит многие регионы, почти весь Казахстан. Я могу с уверенностью сказать, что это одно из лучших зданий. Это не просто общежитие, это дом студенчества, где студенты смогут как обучаться, проводить свой досуг. Полезно проводить досуг. Сегодня мы увидели и библиотеку, и научные здания, где они смогут работать над собой. Рекреационные open spaces, компьютеры. То есть созданы все условия для студентов. И не во всех городах нашей страны есть такие шикарные условия. Все прелести нового общежития на себя ощутили первые заселившиеся студенты. Из-за отсутствия интернета в некоторых селах региона 15 парней и девушек прибыли сюда обучаться дистанционно. По словам студентки 4-го курса Гульжайны Нурбековой, условия проживания в доме студентов можно сравнить с пребыванием в пятизвездочной гостинице. Больше всего девушке нравится отличный вид из окна, из которого видно городской пляж. Именно вот это новое общежитие нам очень нравится, потому что тут условия уже по-другому. Новые здания. И здание очень красивое, большое. Душевое все у нас в комнате. Комната большая, нам очень нравится. Лучшие условия для студентов созданы и вне здания. На территории объекта имеются воркаут-площадки, беседки, открытый амфитеатр и зону отдыха. Помимо студентов, столь ценный подарок высоко оценило руководство университета. По словам ректора ВУЗа, новое общежитие кардинально решило вопрос обеспечения студентов жильем. У нас сейчас обучается 6 тысяч студентов, из них 4 тысячи в дневном отделении. Из них 90% сейчас обеспечены общежитием. В дальнейшем руководство ВУЗа будет думать о другом проекте обеспечения студентами общежитиями. Хотел бы признать свою благодарность Акимову области, потому что он принял это большое решение. Это единственный область, который за счет бюджета области построил такое общежитие и подарил студентам. Большой подарок ждет и студентов колледжей. До конца года в эксплуатацию сдадут 3 общежития суммарно на 530 мест. Два корпуса в Талдыкургане и еще один в Каратальском районе. В числе лидеров в Алматинской области завершилась регистрация кандидатов в праймере за партии. По ее итогам наш регион занял лидирующие позиции в рейтинге областей. Результатами внутри партийного отбора на площадке «Житсумеди» поделился первый заместитель председателя областного филиала партии «Нуротан» Жанбулат Жургенбаев. По словам спикера, на один мандат претендовали сразу 4 кандидата. Всего зарегистрировано 1108 заявок. Из них из самовыдвиженцев свыше 780 человек. Наибольшую активность проявляли женщины. Их количество составляет 37%. В числе одобренных заявок также многодетные матери, инвалиды, этнические казахи и другие. Большие надежды «Житсусы» связывают с молодыми кандидатами, а их порядка 25% от общего состава. До 6 сентября пройдет подготовка кандидатов к агитационному периоду. В первых числах октября состоится голосование. Для этих целей уже подготовлено 315 участков в разрезе области. По итогам праймериза все кандидаты будут внесены в кадровый резерв партии «Нуротан». Напомним, по инициативе Ельбасы в Казахстане впервые был проведен праймериз. В Алматинской области в числе первых по количеству поданных заявлений, по количеству зарегистрированных наших кандидатов. Здесь надо отметить, что основной упор, как того требовал Ельбасы и положение праймериз, и об этом и президент республики неоднократно напоминал, что надо упор делать на молодежь. Испытать себя на том или ином уровне, будь это районный масляхат, городской или областной, или парламент. Списание долгов. Такой возможностью могут воспользоваться налогоплательщики уже с 25 августа. Вступила в силу налоговая амнистия. В ее рамках физические лица, погасившие основную сумму долга, смогут обнулить начисленные пени. В прошлом году под похожую амнистию потенциально подпадали почти 90 тысяч граждан. Однако воспользовались возможностью лишь около 50 тысяч казахстанцев. Департамент государственных доходов области призывает население не упустить второго шанса забыть о начисленных пени. В текущем году началась налоговая амнистия по начисленным пениам. То есть это говорит о том, что все начисленные пени по физическим лицам, по земельным налогам и имуществам налогам и налогам на транспорт подлежат списанию по обязательствам, которые накопились на 1 января 2020 года. То есть тут не входит списание, начисленные суммы, начисленные пени по налоговым обязательствам за 19 год по налогу на имущество и по земельным налогам физических лиц, так как сроки по ним наступают 1 октября текущего года, то есть 2020 года. А начисленные пени по налогу на транспорт за 19 год включительно подлежат списанию. Вы все знаете, что сроки уплаты транспортного налога истекли за 19 год, 31 декабря 2019 года. По нашим предварительным подсчетам, по Алматинской области 268 394 налогоплательщиков, если оплатят 4 миллиарда 280 миллионов, могут воспользоваться и списать с лицевого счета начисленные пени на сумму 511,5 миллионов сеньгей. Все для детей. В Талдыкургане вышла в свет книга из трех томов «Балаларга казна». В основу печатного издания вошли избранные рассказы, сказки и стихотворения, посвященные детям. По словам организаторов торжественного мероприятия, детская литература – это ценная редкость в культурно-просветительском мире. В целях ее популяризации при поддержке Акима области Аманды Кабаталова были выделены средства. Итогом стал организованный конкурс среди акинов Алматинской области. Специальные комиссии впоследствии отобрали лучших из лучших. Принадлежавшие Перу 27 писателей новейшие произведения легли в основу трех томника. 3000 экземпляров иллюстрированные книги планируются доставить во все библиотеки региона. А их по области насчитывается 278. Новинки перейдут в руки и к представителям городских школ и государственных детских садов. Сегодня мы представили вниманию общественности книгу для детей «Баларга казна». Но это не просто печатные издания. В сборниках имеются иллюстрации к сказкам и рассказам, нарисованные профессиональными художниками. Те, в свою очередь, также прошли конкурсный отбор. Сказки совершенно нового сочинения не встречались еще ни в одной литературе. На следующий год мы планируем уделить особое внимание выпуску детских книг по самым разным направлениям сфер жизни. Это и связанное с бытом литература, социального направления и так далее. Немаловажно и то, что мы планируем идти в ногу со временем и в будущем выпускать цифровизованные книги. То есть, в придачу к имеющимся иллюстрациям в книгах будут и аудиопояснения к ним. Подкреплять теорию практикой на новейшем оборудовании будут учащиеся средние специальных учебных заведений страны. На повышение уровня технической подготовки нацелена программа «Жасмаман». В рамках проекта обновили техническую базу 11 среднеспециальных учебных заведений Алматинской области. Практиковаться будущие мастера рабочих профессий теперь могут на многофункциональной и оборудовании, аналогичным тому, что применяется работодателями на объектах предпринимательства. В общереспубликанской модернизации примут участие 180 колледжей. Отныне и учащиеся Талдыкурганского политехнического колледжа смогут получить самые хорошие навыки по выбранной специальности. Новейшее оборудование, которым оснащают среднеспециальные учебные заведения, позволяет не только изучить рабочий процесс еще в процессе обучения, но и получить конечный результат. На базе этих колледжей будут созданы центры компетенции, в которых не только студенты этих колледжей, а студенты всей области могут получать квалифицированные знания. То есть они будут приезжать и здесь отрабатывать свои практические навыки. На базе этих центров компетенции планируется подготовка к республиканскому, к международным чемпионатам WorldSkills. Учебные планы и программы тоже будут переработаны именно на международные стандарты. Кроме политехнического, в проект «ЖАСМАМАН» на этот год вошли еще пять колледжей, в их числе Талдыкурганский агротехнический и колледж сервисы и технологий, полностью оснащенные для практических и компьютеризированные для теоретических занятий аудитории, позволят им выпускать специалистов, которых не придется дополнительно обучать на производстве. Самое главное в этом, что мы имеем то оборудование, на котором сейчас работают рестораторы. Студенты, придя на работу, им не надо будет сейчас обучаться на том оборудовании, которое стоят в ресторане. Все сейчас у нас есть. Если раньше, в прошлом году студент, придя на работу в ресторан, на практику в ресторан, он потратил какое-то время, чтобы обучиться именно работать на этом оборудовании. Сейчас все у нас есть, и ребенок уже может работать, придя и в тот же день может приступить к работе. Качественные характеристики оборудования оценила специальная комиссия. В ее состав вошли ведущие специалисты различных предприятий палаты предпринимателя «Этамикен» и представители общественных организаций. Оценка каждого положительная. «Оборудование очень соответствует квалификации. Я его протестировал и даю ему старт. Надеюсь, мы будем делать какие-то интересные вещи, в том числе и здоровое питание будем делать, да, в этом состоять. Ну, основная часть – это привлечение молодых специалистов, и будем обучать и продвигать это все. Есть современные технологии, есть современные требования, которые мы будем соблюдать и обучать молодых специалистов». В рамках проекта «Жас Маман» разрабатываются также учебные программы в соответствии с международными стандартами WorldSkills. Но и это не все. В каждом из колледжей созданы центры компетенций. Их цель – стать площадкой для подготовительных работ к областным, национальным и международным чемпионатам. В будущем колледжи намерены получить международную аккредитацию. Рустам Моробаев, Жаих Хурманбаев, Телеканал ЖИЦУ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 118-килограммовую рыбу выловили в водах Атарау. Рыбаки производственного кооператива «Амангильдил» выловили сетью «Белугу». В настоящее время она доставлена на Урал-Атараусский осетровый завод. Пол и возраст рыбины уточняются. Эти осетровые занесены в Красную книгу Казахстана, поскольку находятся под угрозой исчезновения. Сегодня «Белугу» ловят лишь в научных и селекционных целях. Промышленный вылов этого вида запрещен. Мораторий действует на территории всех прикаспийских государств. Тиграм, полгода живущим на автостоянке в Нур-Султане, помогут вернуться в цирк. Раньше у хозяина были проблемы с документами. Сейчас же все сертификаты, чтобы вернуть тигра в цирк, есть. Но животные там не нужны, передает закон КИЗ. Из цирка тигров выгнали из-за отсутствия сертификата СИТЭС. Это конвенция о международной торговле с животными, находящимися под угрозой исчезновения. Позже владелец животных документ сделал, но это ничего не изменило. Недавно Мухтар встретился с представителями Акимата. Там обещали рассмотреть обращение. Время идет, тигры растут, их аппетит тоже. И пока владелец хищников и руководство цирка не могут найти общий язык, в столице началась осень. Первые заморозки не за горами. К слову, на содержание животных ежемесячно уходит более 200 тысяч тенге. Экологи предрекают озеру Балхаш в судьбу Аральского моря. В ближайшем будущем ожидается дефицит пресной воды в Алматинской области. Причиной тому – обмеление крупнейшего водоема в регионе озера Балхаш. В реке Ильи, впадающей в Балхаш, гибнет рыба. Мальки попадают в ямы во время отступления воды и не могут выбраться из-за пересыхающих луж. Как считает эколог Тимур Ильюсизов, трагедия, как на Арале, может повториться и на Балхаше. Китай отбирает много воды. Во-вторых, ГЭС сдерживает воду. Соответственно, очень маленькое количество воды поступает в реку и в дальнейшем в Балхаш, утверждает научный сотрудник. Чтобы помнили, в ЖТСУ набирает популярность монументальная живопись. Вслед за Талкурганом новые муралы появляются и в других регионах области. Так, изображение великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева появилось в Волокольском районе. Новый арт-объект стал украшением одной из многоэтажек в центре города Ушарал. Автором мурала выступил Александр Романов. Художник из Алматы является одним из лучших в области монументальной живописи. На написание портрета Абая Кунанбаева ему потребовалось всего три дня. Настенная роспись выполнена в честь на 75-летие со дня рождения поэта. Проект инициирован Акимата Молокольского района. В будущем местные власти на стенах домов хотят изобразить портреты Аль-Фараби и Кабанбай Батыра. Абай Кунанбаев – великий сын казахской нации. Мы всегда должны помнить, что он сделал для своего народа, для страны. Чтить память предков – наш священный долг. Необходимо, чтобы молодежь знала исторических личностей, сыгравших огромную роль в становлении нашего государства. И подобные арт-объекты – напоминания о нашей истории, бесценном наследии великих людей. Казахстанская тяжелоатлетка Зульфия Чин Шанло заняла второе место на Международном кубке по тяжелой атлетике. Турнир проводился в режиме онлайн и был приурочен к Дню независимости Узбекистана. В категории до 55 килограммов сильнейшей стала спортсменка из Узбекистана Муатар Набиева, в сумме двоеборья поднявшая 205 килограммов. Чин Шанло в сумме подняла 200 килограммов. Тимиреченко уступила сопернице в рывке, при этом в толчке ей не было равных. Зульфия реализовала все три подхода и толкнула 115 килограммов. Тройку лидеров замкнула Иоанна Лиховская, спортсменка из Польши. Стоит отметить, что на этих же соревнованиях выступал казахстанец Ибрагим Берсанов. Он расположился на шестом месте, подняв при этом в сумме двоеборья 350 килограммов. Это были все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok